МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Владельцы автомашины поймали угонщика. Правонарушителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Байкер сбил женщину на зебре. Водитель пьяный и управляет мотоциклом без документов. Пострадавшая от помощи медиков отказалась. Осыпался фасад здания на улице Громова. Мелкая мозаика разбила стекло на припаркованном авто. Спонсор программы – магазин Стрелсон. Бизнес, стиль, сила верных решений. Стрелсон. Быть первым. Торговый центр «Кловерхаус», 3-й этаж. Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. Владельцы автомашины поймали угонщика. Правонарушителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Девушка приехала в гости к своим друзьям. Компания отдыхала на улице. Хозяйка «Хонды Одиссей» припарковала иномарку неподалеку и вышла поздороваться с друзьями. Я оставила ключи в зажигание, играла музыка. Вышла, смотрю, ну только вот может быть метр отошла и буквально через боковую соседнюю дверь залазит какой-то мужик. И быстренько перелазит на водительское сидение. И я понимаю, что у меня ключи в зажигание, и быстрее за этими ключами. Суну за руку, и он там уже хочет завести, и говорит, убери руку. А авторедия не запаниковала перед лицом опасного незнакомца. Она решительно вытащила ключ из зажигания и отошла в сторону. Мужчина не спешит выходить из иномарки. Друзья девушки вытащили правонарушителя на улицу. До прибытия полицейских удалось поговорить с ним. До кого приходил-то? У кого был? Да никого не был. Ну как у кого не было? Как ты здесь появился на этом районе? Мимо шел. Как мимо шел? По городу. Куда ты шел? По городу мимо шел. Мужчина явно находится в состоянии опьянения. Об этом свидетельствует беспорядочный поток мыслей и бессвязная речь. Запаха спиртного нет. Очевидцы предполагают, что парень наркозависимый. Зачем вы в машину решили залезть? Чтобы садиться в тюрьму. А зачем вам садиться в тюрьму? Суд оправдает. Скажите, а у вас была уже судимость? Нет. То есть вы считаете, что в тюрьме хорошо? Я там и не буду. А зачем вы тогда хотели сесть туда? Чтобы местные ощутили мои потери. Планом угонщика не суждено сбыться. Хозяйка Хонды не намерена писать на него заявление. Для девушки достаточно передать нарушителя в руки представителей закона. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Таксист и субарист сошлись в лобовом столкновении на улице Давыдова. Иномарки не на ходу. Водители тяжелых травм не получили и отказались от медицинской помощи. Водитель Toyota Fan Cargo направляется на заявку. Таксист едет со стороны улицы Русской по Давыдово. Мужчина собирается повернуть в сторону столетия Владивостока. На перекрестке в него влезается Subaru Legacy. Мой водитель двигался со стороны улицы Давыдова по главной дороге вон туда. Ну, я не знаю, тоже по улице Давыдова, по главной. Автомобиль Legacy двигался со второстепенной, не успел затормозить. И вот это лобовое столкновение. Вот машину развернуло, она стоит так. Хозяин Legacy активно жестикулирует, когда рассказывает о ДТП. А по его мнению, таксист спровоцировал аварию. Только эту версию мужчина не стал озвучивать в присутствии инспекторов ДПС. Он безоговорочно признал свою вину. Просто в последний момент он решил повернуть, прям мне в лоб, скажем так. То есть мы разъезжались, он ушел по главной в ту сторону столетия. А я по Давыдову двигался сюда. Ну, то есть мы разъезжаемся вроде как по скорости, и все. Я и не тормозил. Но в последний момент он решил повернуть, и мы, получается, прям в лоб-лоб. В результате столкновения автомашины получили колоссальные повреждения. Обе иномарки не на ходу. Участники вызывают эвакуаторы. После оформления ДТП погрузчики заберут машины с места аварии. В результате данного ДТП оба автомобиля получили очень серьезные повреждения. Восстановлению они подлежат. Страховая компания покроет причиненный ущерб в полном объеме владельцу Toyota Fan Cargo. Хозяин автомобиля такси рассказал, что владеет целым автопарком. Он сдает иномарки в аренду. И это первое серьезное ДТП, на котором он присутствует. Чаще таксисты решают вопросы по аварии на месте, без привлечения сотрудников ГИБДД. Пожилая женщина упала в автобусе. Пенсионерку отвезли в травмпункт. Автобус 98 маршрута едет в сторону центра. На остановке в общественный транспорт заходит много людей. В их числе и пожилая старушка. Бабушке уступают место. Водитель терпеливо ждет, пока она присядет. После чего начинает движение. А в районе улицы Светландской, 48, шофер притормаживает перед пешеходным переходом. Когда люди перешли проезжую часть, мужчина трогается и слышит грохот в салоне. Мы сидели вот на этом месте. Потом встала, вот сюда, ушла. На остановке я пока стоял, там мы посадили, заходили. Она встала, зачем ты сюда? Ее тут четвертый великий встал, и она вот так упала. А я быстренько остановился, помог встать. Женщина утверждает, что чувствует себя прекрасно и собирается уходить. Водителю буквально силой приходится ее удерживать. Скорую забрали, поехали в трампун, на всякий случай, посмотреть, что... Она вообще хотела уйти, я ее не выпустила. Я говорю, пока не приедет скорая, я не имею права вас выпустить. Пока водитель оказывал помощь пострадавшей и звонил в скорую, остальные пассажиры покинули салон автобуса. Около 30 человек не оплатили за проезд, что, несомненно, скажется на дневной выручке. Телефон автопатруля 20-16-00. Байкер сбил женщину на зебре. Водитель пьяный управляет мотоциклом без документов. Пострадавшая от помощи медиков отказалась. Женщина с дочерью подходят к пешеходному переходу на улице Пихтовая 5А. Движения транспорта здесь оживленные, как, впрочем, и всегда. Пешеходы идут по зебре. Автомашины останавливаются, пропуская прохожих. Мама с дочкой пересекли только одну полосу дороги, когда раздался шум. Слева на них летит мотоцикл. Водитель не успевает затормозить и сбивает с ног женщину. Она падает на землю, начинают сбегаться очевидцы. Предлагают помощь. Байкер и его пассажир тоже на месте. Нет необходимости быть медиком и проводить исследования, чтобы понять, что товарищи находятся в сильном алкогольном опьянении. На просьбу инспекторов ГИБДД предъявить документы мотоциклист только развел руками. Водительского удостоверения при себе у него не оказалось. В это время пострадавшая пишет объяснительную в патрульной машине. Женщина утверждает, что чувствует себя прекрасно и отказывается от госпитализации. Водителю двухколесного транспорта не избежать встречи с медработниками. За нетрезвое вождение его ждет суровое наказание. Далее в программе. Осыпался фасад здания на улице Громова. Мелкая мозаика разбила стекло на припаркованном авто. Совместная операция ГИБДД и службы судебных приставов в Владивостоке дала первые результаты. Только у нас. Цены на кольца, как летом прошлого года. От 1990 рублей за грамм пробует 585. Золотая мозаика. Плохо закрываются окна? Городская служба ремонта. Мы делаем ремонт окон, а также бесплатную диагностику и профилактику. Ставим москитную сетку антикошка. Мы окна не монтируем, мы окна ремонтируем. Городская служба ремонта. Звоните 200-0200. Фирменный магазин «Шахтинская плитка» предлагает вашему вниманию огромный ассортимент керамической плитки. Улица Фадеева, 30Б, телефон 2-631-250. Не пропусти! Хорошие скидки на хорошие балконы и окна. Скорей звони! Скидку в 70% не упусти! Телефон 221-2101. Компания «Хорошие окна». Разместите свои денежные средства на выгодных условиях. Новые сберегательные программы «Проценты вперед» и получите компенсацию в день заключения договора. Станьте пайщиком кредитного потребительского кооператива «Далькредит». Владивосток, улица Светланская, 116, телефон 220-49-39. Теплогидроизоляция при помощи уникального материала пенополиуретана только в компании «Алекс». Звони 209-90-01. Осыпался фасад здания на улице Громова. Мелкая мозаика разбила стекло на припаркованном авто. Хозяйка автомобиля «Хонда СРЗ» вечером припарковала автомобиль около подъезда дома по улице Громова, 12. Утром девушка собралась ехать на работу, она вышла из подъезда, ничего подозрительного автоледи не заметила, пока не оказалась в салоне авто. Села в машину, хлопнула дверь, услышала звук странный. Я сначала не поняла, вышла, посмотрела, у меня осыпалось стекло. Вот, ну, я так посмотрела вокруг, вот увидела вот этот кусочек мозаики, которая отвалилась от дома. Ну, я так предполагаю, что это и есть причина. Вероятно, фасад здания осыпался ночью. Несколько деталей мозаики упали на землю, а одна приземлилась на стеклянную крышу спорткупе. Хозяйка автомобиля немедленно позвонила своему знакомому юристу для консультации. Правовед посоветовал ей ничего не трогать в машине и позвонить в полицию. Автовладелица только проверила вещи в иномарке на предмет пропажи, все оказалось на месте, и оперативная группа прибывает по указанному адресу. Хозяйка поврежденного автомобиля сообщает, что намерена писать жалобу в управляющую компанию. Девушка настроена решительно. По ее подсчетам, замена стеклянной крыши обойдется в 15 тысяч рублей. Она рассчитывает взыскать эту сумму с управляющей организацией. Проводится проверка. Пробокс подрезал мотоциклиста. Байкер травмировал руку при падении. Мотоциклист рассказал, что ехал по правой полосе со стороны третьей рабочей. Слева от него двигалась Тойота Пробокс. Водитель универсала стал перестраиваться на соседнюю полосу. Байкер не успел затормозить и врезался в заднюю часть иномарки. Ну, ехал. Передо мной перестроился Пробокс. И я, собственно, врезался в заднюю часть иномарки. Вы ехали по какой полосе? По правой. Он перестроился? Он перестроился передо мной, да. Скорость у вас высокая была? Почему не успели как-то? Ну, потому что маневр он резко совершил, поэтому я врезался. Скорость была, ну, маленькая. Собственно, по повреждениям видно, что маленькая скорость. Водитель Пробокса в корне не согласен с мнением молодого мотоциклиста. Мужчина утверждает, что ехал по своей полосе, когда почувствовал удар сзади. Участники ДТП не стали спорить до приезда сотрудников ДПС. Уже в присутствии автоинспекторов они изложили свои версии. Сначала устно, а затем и письменно. После составления объяснительных инспекторы будут принимать решения по ДТП. Не исключат вариант обоюдки. В ходе оформления аварии возникли проблемы с полисом ОСАГО мотоциклиста. Так как, предположительно, страховой полис водителя мотоцикла является поддельным, возникнут проблемы с выплатами. Все будет решаться через суд. Судебные тяжбы вовсе не пугают водителя Пробокса. Оказалось, универсал принадлежит компании, в которой работает мужчина. Все дальнейшие разбирательства по ДТП будут проходить с представителем фирмы. Авария с участием двух автоледи на улице Русской. Для обеих участниц она стала дебютом. Два автомобиля под управлением молодых женщин движутся в традиционно неторопливом потоке по улице Русской. В районе дома номер 92 Форестер, идущий чуть впереди, вынужден затормозить. Двигающаяся следом за ним Тойота Королла сделать то же самое не успевает. Резко затормозили, затормозила впереди машина, ну и я, соответственно, как говорится, ну, въехала и в жопу. Скорость тут была большая, или здесь обычно пробки? Да нет, тут вечно пробки, как бы, скорость была небольшая. Ну, как-то в связи, наверное, с тем, что у меня, как бы, маленький стаж вождения, поэтому так и получилось. У владелицы протараненного Форестера стаж значительно больше, без малого 20 лет. Но это обстоятельство не уберегает ни ее саму, ни ее автомобиль от участия в аварии. При том, что все маневры она выполняла исключительно аккуратно и по правилам. Ну, вот так вот догнали меня. Поподробнее. Пробка, видите, какая. Вот я остановилась, а девушка не успела остановиться. Резко затормозили? Ну, я не резко затормозила, я как ехала, а девушка вот не успела затормозить. Повреждения машин незначительны и типичны для подобных аварий. У Форестера помят задний бампер, у Короллы виновницы фасад. По поводу, кто виноват и что делать, дамы не спорят. Владелицы Короллы безоговорочно признают свою вину, и тем не менее на место ДТП незамедлительно прибывают сотрудники ГИБДД. С тем, чтобы оформить все необходимые в таких случаях документы. Таксист уснул за рулем и залетел под КАМАЗ. Авария обошлась без жертв. Хорошо, почему вы молчите? Чего ты смеешься-то, я не понял. Чего, смешно, что ли? Я не смеюсь, я с вами разговариваю, пытаюсь, точнее. Просто ваше молчание очень подозрительное. А мне плевать, что тебе подозрительное. Водитель Рено Флюенс не в духе. Мужчина только что разбил автомобиль. На этой машине он занимается извозом людей. Он вез двух девушек по заявке. Машина такси вылетает из поворота и движется к центральной площади. По крайней правой полосе стоит поливальная машина. Спецтехника обрабатывает тротуар. Что слышали? Удар. И смотрю в зеркало такси. Больше ничего. С ним разговаривали? А он ничего не говорит, не отвечает. Просто молчит? Молчит и все. А вы как думаете, что могло произойти? Почему он? Ну, девчонки с ним ехали. Вез он куда-то. Говорит, что он уснул. Вот с поворота выехал и уснул. От водителя нет запаха спиртного. Вероятно, мужчина действительно утомился и уснул за рулем. Только его усталость могла обернуться трагедией. Могли пострадать пассажирки. Девушкам повезло, они отделались испугом. А когда отошли от шока, вызвали другое такси и покинули место аварии. У КамАЗа повреждений нет. У Рено Флюинс повреждения достаточно серьезные. И уедет с кузовик в эвакуатор. Совместная операция ГИБДД и службы судебных приставов в Владивостоке дала первые результаты. Привычную картину работающего на кольце выграть его на наряда ГИБДД в пятницу днем дополняла группа сотрудников Федеральной службы судебных приставов. В последний рабочий день недели в Владивостоке проходил очередной этап совместной операции двух служб по выявлению злостных должников. У нас происходит сегодня совместный рейс, служба ГИБДД. Мы проверяем, ГИБДД останавливает машины, к нам подводят людей. Мы проверяем наличие долгов на коммунальные платежи, налоговые, штрафы ГАИ. Ну, если есть задолженность, нам люди оплачивают, принимаем деньги. Если нет, отправляем. Проверка проводится выборочно. Машины останавливаются исключительно по желанию инспекторов ГИБДД. Каких-то специальных списков или ориентировок нет. После обязательной проверки документов сотрудниками Дорожной полиции водителям предлагается пройти еще одну проверку. На этот раз по базе должников Федеральной службы судебных приставов. Для большинства проверяемых эта процедура непривычна и от этого вызывает волнение. Вы почему это сделали? Для проверки штрафа. Вместе с судебным приставом, да, я так понимаю? Да. У вас что-то есть за... У каждого автолюбителя штраф не оплачен. Привожно? Как обычно. Как обычно, да или как обычно, нет. Как обычно, да. В подавляющем большинстве случаев проверка показывает, что человек чист и никаких задолженностей за ним не числится. Но есть и исключения, пусть и редкие. Количество суммы... Ну, пока приняли только одну квитанцию, полторы тысячи рублей. И это всего за час работы, и только на одном участке. Как правило, подобных точек несколько. В частности, в пятницу, помимо кольца Багратиона, проверки проводились в центре города и непосредственно в МРЭО ГИБДД на Заре. Подобные совместные мероприятия двух ведомств проходят регулярно приблизительно дважды в месяц и каждый раз подтверждают свою эффективность. Выгодны такие проверки потенциальным должникам, поскольку неуплата административного штрафа в срок предусматривает штраф в двухкратном размере неоплаченного штрафа или административный арест на срок до 15 суток. По словам сотрудников Федеральной службы судебных приставов, количество таких проверок планируется увеличить. Тем более, что актуальность подобных мероприятий растет с каждым днем. КОНЕЦ Сбавь скорость. Тебя дождутся. Уважаемые жители и гости города, будьте внимательны и осторожны в местах массового пребывания людей. Если вы заметили подозрительный предмет человека или автотранспорт, длительное время находящийся вблизи мест скопления людей, срочно обратитесь к ближайшему наряду полиции, в дежурную часть или позвоните по телефону 02. Снято. Автопатруль.